Еще раз всем привет. Обычно то, о чем я говорю, происходит, к сожалению. Потому что продолжать войну в условиях, в которых мы находимся, это глупо. Я имею ввиду не вести переговоры и не искать путей нахождения каких-то компромиссов для того, чтобы войну остановить. Вот смотрите, два месяца или три вы по телевизору, в средствах массовой информации, смотрели о том, что Харрис обязательно победит. Она идет нос к носу к Трампу, превышает его на 2-3% в калибрящихся штатах, и все будет так, как было раньше. Это позволяло Зеленскому и Ермаку продолжать войну и рассказывать о том, что надо привлечь еще 160 тысяч новобранцев, 200-300-500 женщин, детей с 5 класса. Как оказалось, Трамп их сделал в одну калибру. 312 голосов выборщиков против 226 угаристов. Это не нос к носу. То есть все это время нам вра. Зачем? Для того, чтобы продолжать войну. Продолжать войну, продолжать зарабатывать бабки на войне, вы не сомневайтесь. Деньги там гигантские. Ну только на дронах 600 миллионов украли Федоров со Стерненко. Это так, ни о чем. Вот этот маленький эпизод. А в контексте получения 170 миллиардов долларов на войну с Европой и Штатов, ну даже возьмите стандартное 10% отката, в котором привык офис президента Украины, 17 миллиардов долларов. Да никто столько не зарабатывал, даже и на порчу. Поэтому они заинтересованы максимально в продолжении этой кровавой бани. То, что происходит в Курахе сегодня, то есть создание условий для котла, которым окажутся украинские вооруженные системы, создание условий для котла в Курской области. Это все последствия продолжения бизнеса на крови. Если Порошенко обвиняли в бизнесе на крови, так он зайчик в розовых шортиках против взеленства. Почему? Потому что то, как зарабатывают они и как цинично они вбрасывают в топку людские жизни, это ни с чем не сравнимо. Теперь смотрите. Они хотят призвать еще 160 тысяч человек. Примерно по 50-55 тысяч человек в месяц. 1700-1800 человек в день. При этом рассказывают нам, что потери российской армии составляют 1700 человек. Мы их совершенно не жалко, но учитывая ситуацию, я думаю, что потери украинской армии плюс-минус сопоставимы с российской. 1700 в день. Это как раз 160 тысяч на 3 месяца. Зачем 3 месяца еще? Потому что Трамп вступит в полномочия только с 21 января 2025 года. То есть просто давайте продолжим еще кровавую баньку, мы за 3 месяца спилим еще 3 ярда долларов. Хорошие же деньги, правда? Что мешает продолжать войну? Ничего. А с чем мы в итоге придем к завершению этой войны? Ребята сбегут. Оман. Прекрасное место. Турция. Великобритания. Где тогда их примут? Ну с такими-то бабками, поверьте, даже несмотря на кровавое преступление действующего режима, их примут. Полюбят. Создадут условия для жизни. А что останется здесь? Ну я думаю, что люди, которые находятся поближе к линии боевого столкновения, понимают, в чем мы окажемся. Те, кто живут подальше от этой линии боевого столкновения, знаете, как война на отдаленных территориях, ну вроде бы нас не касается, мы этого не видим. Не понимают, но очень скоро поймут. Поэтому, чем быстрее закончится действующий кровавый режим, тем быстрее перейдем к восстановлению страны и вообще сохранению какого-либо будущего. Чем дольше будет продолжаться этого каналия, тем тяжелее будет потом из этой, простите за мой французский жопа, выбираться. Поэтому, чем раньше состоятся выборы в Украине, тем больше шансов на выживание. Это знаете, как операция критически больному пациенту. Сделают, выживет. Не сделают или затянут, простите, так получилось. Пока.